В части системных мер принимаются меры для того, чтобы качественно и эффективно использовать средства из Национального фонда, направляемые на реализацию программы инфраструктурного развития Нурлежол. Об этом глава государства не раз акцентировал наше внимание. Здесь в части недопущения аккумулирования средств на конец года, госорганами и акиматами были направлены письма по пересмотрю планов финансирования. Мы об этом несколько раз говорили на заседаниях правительства и специальных совещаниях. В итоге с конца года было перенесено порядка 64 миллиардов тенге, в том числе неделю назад выдавали поручение 10 миллиардов тенге Самруххазна и 10 миллиардов тенге Байтирека перенесены также на август и сегодня выделяются. Сроки проведения государственных закупок также взяты под особый контроль. Предпринимаются все меры, чтобы работы по ним были ускорены. За истекший период текущего года камеральным контролем были охвачены 138 процедур госзакупок на общую сумму порядка 83 миллиардов тенге. По итогам контроля установлены нарушения по 60 процедурам на общую сумму 29 миллиардов тенге. На сегодняшний день устранены нарушения по 41 закупкам на сумму 18 миллиардов тенге путем пересмотра и отмены итогов конкурса. По остальным в ближайшее время также будут все нарушения устранены госорганами. Продолжается и проведение горизонтального контроля использования средств программы Нурлужу. За 7 месяцев текущего года поступило налогов от налогоплательщиков, получивших льготное кредитование по программе в сумме 20 миллиардов тенге. Это примерно 60 процентов от суммы аналогичных налогов, которые поступили в прошлом году. То есть темпы здесь адекватные. Транспарентность данных обеспечивается еженедельным обновлением на сайте цифр по использованию средств Нурлужу на нашем портале. Несколько моментов, которые хотел дополнить доклад предыдущего докладчика по вопросам освоения бюджетных средств. Как было сказано, годовая сумма составляет 769,6 миллиардов тенге, включая средства облигационного займа в сумме 266 миллиардов. По бюджетной части предусмотрено 503 миллиарда. На 8 августа проведены платежи из бюджета на сумму 236 миллиардов тенге или 47 процентов к плану на год. Обязательства зарегистрированы в размере 64,5 процента от годового плана. Динамика освоения средств обрела устойчивый рост. По сравнению с 1 апреля, когда мы получили большую критику, тогда было 50 миллиардов. Объемы освоения по состоянию на 8 августа выросли почти в 5 раз, а по сравнению с итогами полугодия рост составил 40 процентов. За 5 рабочих дней августа расходы выросли еще на 22 миллиарда тенге, то есть темпы освоения средств начали повышаться. Собственно администраторами, как было отмечено, 109,6 миллиардов тенге освоено. Это полностью 100 процентов их средств, которые администраторы республиканских бюджетных программ должны реализовать. В общем объеме средства направлены уже в полном объеме на расширение существующего пассажирского терминала Международного аэропорта Астаны, а также завершение проекта строительства новой железнодорожной линии Жизказган-Беню. Перечислено 60 процентов на строительство паромного комплекса Курых, более 50 процентов на строительство вторых путей на участке Алматы-Шу. Есть, конечно же, и отставания, о которых первый вице-министр национальной экономики докладывал, это по Министерству образования и науки, и есть вопросы по теплоснажающим организациям. Как было сказано, мы в ручном режиме сейчас будем нагонять эти объемы. По данным на 1 августа, для выполнения работ в регионах администраторами республиканских бюджетных программ своевременно направлено 108,6 миллиардов тенге, за 5 рабочих дней текущего месяца еще 18 миллиардов тенге, освоено 102 миллиарда, не освоено 6,2 миллиарда тенге. Наибольшие суммы приходятся на Южно-Казахстанскую область, 1,4, Алматинскую область, 1,1, 0,9, Астана, 0,6, Западно-Казахстанская, 0,5, ВКО, 0,4, Карагандинская область и Жамбулская область. В части выпуска государственно-ценных бумаг местными исполнительными органами для реализации жилищных вопросов на 6 августа приказы по выпуску бумаг всеми регионами были зарегистрированы, по всем регионам в Министерстве и институте и в соответствующих средствах массовой информации опубликованы. На сегодняшний день регионами уже зарегистрированы на кассе на 31,3 миллиарда тенге выпуски облигаций. Сегодня Алматинская область еще добивает 1,6, всего 33 миллиарда тенге будет обеспечено. Остальные средства, как было сказано, на заседании Государственной комиссии по модернизации экономики будут предложены для перераспределения с целью этой области сами уже выбрали то, что максимально освоят в текущем году. У меня все. Субтитры создавал DimaTorzok